Женщина-легенда, женщина-авиатор, военная лётчица, единственная ныне живущая штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2. Галина Павловна Брокбельцова совершила 36 боевых вылетов в годы войны в составе 125-го гвардейского женского авиаполка имени Героя Советского Союза Марины Росковой. В эти майские дни, когда страна отмечает 78-ю годовщину Великой Победы, во дворе дома, где живёт Галина Павловна, вновь звучат песни военных лет. Музыка, которая всегда была солдатом на фронте, помогала выстоять и победить. Здесь, в микрорайоне Чкаловский, на земле авиаторов, состоялся концерт в честь ветеранов Великой Отечественной войны, организованный главным командованием Воздушно-космических сил, Щелковским отделением Совета ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, Союзом женщин России, Союзом женщин летных специальностей авиатриса и Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил. Собираться в майские дни во дворе этого дома на улице Ленина уже стало доброй традицией. Я считаю, праздник улицы – это продолжение парада Победы. Парад вдохновляет, мобилизует, подпитывает. И это удовольствие может продлиться только тогда, когда ты у дома своего вместе с друзьями, верными тебе, встречаешь праздник Победы. Связь поколений – так звучит название концерта поздравления ветерана Великой Отечественной войны поколения победителей. 78 лет назад советский солдат очистил Европу от фашистской нечисти. Враг затаился, но сегодня наши солдаты вновь идут в бой, защищая интересы отчизны. Вы сделали великое дело. Вы свое оружие передали нам. И у нас тоже будет наша победа. А через некоторое время, когда добьем гада, мы добили в Берлине, а мы там не сможем остановиться, у нас будет наша общая победа над фашизмом. Только наш Советский Союз потерял 27 миллионов своих граждан. Были разрушены сотни городов, тысячи деревень. Но мы восстановили все. Мы восстановили свой потенциал. И никто даже предположить не мог, что спустя 78 лет мы вновь будем бороться с фашизмом. Мы, молодое поколение воинов, всегда гордились и будем гордиться вами. Вы наша честь и совесть. Спасибо вам за ваш подвиг. Спасибо за то солнце, которое сегодня светит нам всем. За мирное небо. И пусть будет продолжаться всегда. Спасибо вам и низкий вам поклон. Великая победа далась ценой колоссальных усилий. Многие не вернулись с поля боя. Отдавая дань глубокого уважения павшим, сражавшимся за родину в годы Великой Отечественной войны, их память почтили минутой молчания. Имена героев не будут забыты, а защита исторической правды – поистине нравственный долг. Я низко слоняю голову перед теми, кто пришел сегодня отдать дань уважения. Посмотрите на тех, кто сделал нас. Это Чханов, Бельцов, это Грязодубова, Осипенко, Роскова, это Евдокия, Бершанская. Это те, которые понесли традиции и объединили девчонок-добровольцев. Как в 41-м, 45-м, так объединяют сегодня. Низкий поклон всем присутствующим командирам и вам, ребята, нашей славной стафете, которую вы берете в свои руки и продолжаете славной традицией. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковская телевидение.